В Дании старый паром обрёл вторую жизнь. Судно потопили специально для того, чтобы превратить его в искусственный подводный риф для дайверов в самой большой в стране. Находиться он будет у побережья города Арасун на юге Дании. Процессу потопления подошли со всем профессионализмом, сняв его на 15 видеокамер. Посмотреть на это пришли тысячи людей. «Все суда, о которых мне известно, лежат вверх дном или на боку, а это будет стоять прямо. Мы в него насыпали много песка и опустошили все баки с воздухом. Таким образом, даже если он когда будет тонуть на кренице, то в итоге всё равно ляжет ровно на нижнюю часть». Судно 55 метров длиной, 9 метров шириной и 13 высотой. Оно покоится примерно в 600 метрах от берега на глубине 19 метров. Его верхняя палуба оказалась на глубине всего 6 метров. Перед потоплением его основательно очистили от всего, что может повредить морской флоре и фауне. «С него всё удалили – краску, масло, всё вычищено. Думаю, это будет самое чистое судно на морском дне». Местные дайверы в восторге. «Похоже на вечеринку. Многие аквалангисты пришли сюда и считают это хорошим делом. Это будет первый профессиональный риф в Дании». Судно также планирует использовать для ряда научных исследований по морской миграции. Кроме того, оно станет тренировочной площадкой для исследователей затонувших кораблей. «Будет интересно наблюдать, как быстро оно будет обрастать морскими ежами, мидиями и прочими подводными обитателями. Мы надеемся, что это произойдёт быстро, потому что после этого приплывёт рыба. Сначала маленькие рыбки, а потом и большие. Там много мест, где может спрятаться большая треска. Будет очень интересно следить за всем этим». Свою непосредственную задачу перевозить людей это судно исправно выполняло почти 40 лет – до 1999 года. Теперь оно может отдохнуть при этом, продолжив приносить пользу людям.